Если вспомнить на историю Дворца спорта Бориса Глебски, то 6 лет назад на этом месте было футбольное поле и лыжня, на котором катались жители города Раминска. И вот всего прошло 6 лет с того времени, как начинался строительство Дворца спорта. Сегодня это уже состоявшийся коллектив, где проводятся различные-различные соревнования. История Дворца спорта Бориса Глебски началась 27 февраля 2008 года с торжественной церемонии открытия. За небольшой период своего существования в комплексе неоднократно проводили соревнования районного, областного, всероссийского и международного масштаба. Для нас, для Раминска проводить соревнования подобного уровня, это же большая ответственность и большая честь. И когда мы к ним готовимся, мы стараемся сделать все, чтобы тем спортсменам, тренерам, родителям, которые к нам приезжают, было бы уютно, комфортно и памятно. Дворец спорта – это двухкорпусное трехэтажное здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров и вместимостью на 2,5 тысячи зрительских мест. Здесь занимаются от мала до велика и ветераны, и дети, и инвалиды, и спортсмены. И мы впервые в России проводим соревнования, такое как по бадминтону, например. Мы уже впервые за всю историю России проведены именно здесь у нас. И по оценке президента и вице-президента генерального секретаря Европы, они сказали, лучше, чем у вас. Не проводил еще ни в одной стране Европы. Неплохое начало с оценки европейского уровня. Технические возможности комплекса, а также богатый опыт персонала позволяют проводить различные спортивные мероприятия. По таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, бокс, восточные единоборства, борьба, бадминтон, художественная гимнастика, спортивные танцы – всего и не перечесть. Помимо спортивных состязаний, в стенах комплекса регулярно проводятся культурно-массовые и концертно-зрелищные мероприятия высочайшего уровня. Следующие пять лет. Это этап активного развития будет. Работа над ошибками, что получилось, нет. Я думаю, что дворец еще больше будет востребован, хотя и сейчас востребован жителями района. Но мы здесь еще планируем рядом построить хоккейный дворец, бассейн и фитнес-центр. Одно из главных направлений Дворца спорта Борисоглебский – это популяризация бадминтона. Евгения Морозова, Роман Гандель, Александр Винченко для программы «Городские вести».